привет 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 мои дорогие так судя по тем вопросам которые я получила сегодня в рамках подготовки к вебинару прямому эфиру я понимаю что сегодня абсолютно моя аудитория то есть все мои все мои знакомые насколько я вижу но если есть незнакомые то приветствую ответствуйте сауле приветствую если меня нормально слышно дайте знать чтобы я понимала что мы можем уже начать обсуждать нашу тему напишите привет галина здравствуйте оле напишите как меня слышно хорошо слышно все отлично замечательно спасибо большое спасибо мои дорогие все всех рада очень видеть приветствовать значит так опять тема очищения опять мы возвращаемся к ней вот казалось бы сколько можно мусолить одну и ту же тему да мы мы уже столько они говорили и снова возвращаюсь я к ней почему да просто потому что каждый день происходит одно и то же я утром включаю компьютер я открываю телефон и я уже знаю что я увижу я везде вижу сообщения вопросы относительно условного голодания вконтакте в одноклассниках инстаграм в почте ю тубе все время вопросы на одну и ту же тему на тему очищения получилось так что я сама того может быть даже и не желая я стала олицетворять олицетворять вся если можно так сказать с темы условного голодания ну может быть потому что я наиболее широко развернуто и ярко ее освещаю благодаря своим дневника на ю тюбе благодаря своим видео последующего последующего этапа и развитию этой темы поэтому мне задают вопросы не про питание вот хоть бы один вопрос был про питание все задают вопросы про очищение поэтому я снова возвращаюсь к этой теме и готовы сегодня ответить на ваши вопросы те вопросы которые уже поступили я себе на листочку же за протоколировала мы потом по окончании ответов на эти вопросы возможно поступить еще вопросы по ходу развития пьесы от вас буквально два слова о том почему же все таки я продолжаю концентрировать и свое и ваше внимание на теме очищения организма хотя я получаю довольно много таких шпилек в бок да что вы там все очищаетесь да сколько можно очищаться до от чего же все очищаетесь я не реагирую на эти шпильки я думаю что это люди далеко не не в теме которые это пишут и говорят а мое мнение такое вот если бы мы с вами всю свою сознательную жизнь питались исключительно правильно исключительно здоровым образом исключительно естественным образом то сейчас мы точно совершенно точно мы не говорили бы очищение мы вообще бы не не знали этого слова точно так как я не знала этого слова до до мая 2016 года когда впервые познакомилась с книгой агонян с ее методикой никто бы не знал этого слова очищение потому что все были бы счастливы и здоровы и все жили бы в своих легких стройных тел телах со своим отменным здоровьем вообще без каких-либо проблем и эта тема не стояла бы но к сожалению это не так это это далеко не так мы с вами все жертвы жертвы кулинарной революции с тех пор как человечество научилась вкусно готовить человечество стало жертвой своих собственных умений хорошо готовить мы стали есть слишком много мы стали есть много тяжелой пищи много вареной пищи мы забыли о том что такое естественное питание питание растительные растительными продуктами питание сырыми растительными продуктами я ни в коем случае не призываю к сыроедению но вы знаете да что я за то чтобы все-таки сырая растительная пища превалировала то есть да все мы чревоугодники но вот к сожалению вот это выбить вот эту мысль идею из голов людей что еда это далеко не все в нашей жизни бесполезно еда стала героем просто героем дня героем на нашей жизни у нас едой все у нас свадьбы у нас дни рождения у нас похороны поминки у нас и радость и горе у нас все с едой мы все ассоциируем с едой со столом поэтому мы основательно загадили свои кишечники да загадили их так что начинаем сейчас это все пожинать вот эти плоды расхлебывать это своими горькими слезами за это платим потому что куда ни кинь глаз везде лишний вес везде заболевания которые непосредственно связаны именно загрязнением кишечника поэтому чтобы долго она тем не мусорить поэтому тема очищения стоит и будет стоять еще очень очень долго не знаю сколько еще она будет лет или столетий существовать до тех пор пока человечество не обернется назад к своим корням и стоком и когда она не начнет очень разборчиво относиться к тому что мы едим и вообще когда еда уже перестанет быть героем дня вот тогда может быть мы не будем говорить про очищение спасибо рука вот она рука вот ну не знаю вскрытие покажет здравствуйте завтра буду делать контрольный снимок посмотрим как там все идет так приступаю к ответу на к ответам на вопросы потому что я знаю что вы этого ждете к ли первый вопрос клизмы во время критических дней можно или нельзя значит так критические дни это отторжение маткой ненужного эндометриального слоя до который устарел который нужно из торгнуть значит если вы только планируете начать условное голодание то лучше конечно его не совмещать критическими днями потому что критические дни это уже своего рода очищение то есть они она уже идет очищение а если мы сюда плюсом еще начинаем громоздить еще второе очищение то есть вот это вот да общее очищение организм через кишечник это просто немножко стрессово для организма ну и нехорошее самочувствие может быть тяжеловато учитывая еще тот факт что месячная часто вообще проходит да с некоторым таким чувством слабости вот поэтому совмещать начало я бы не советовала хотя на самом деле клизмирование и месячные это два разных отверстий извините да поэтому в принципе ничего страшного поэтому если вас месячные застали во время угэ то пугаться не надо нужно просто продолжать если вы планировали продолжать значит просто продолжать если вы планировали выходить значит выходить ну то есть вот чего-то критически страшного здесь нет если они пришли во время время ог и надеюсь что я ответила спасибо за пожелание мне выздоравливать да я очень стараюсь потому что это крайне неудобно жить с одной рукой хотя я вообще-то все все практически делаю я даже сажаю морковку свеклу и лук и там левой рукой по грядкам пытаюсь так второй вопрос какой интервал должен быть между каждым курсом очищения и от чего зависит сколько дней подряд надо пить магнезию первая часть вопроса какой интервал если мы делаем это первый год я возвращаю вас все время вашим взором к марве аганян да к ее книги к ее методике первого источника значит если это первый год то в идеале это сделать четыре курса в год то есть каждый сезон по курсу предположим вот сейчас у нас мая если вы начинаете свое первое очищение в мае это последний месяц весны значит следующий курс у вас будет в последний месяц лета август третий курс последний месяц осенью ноября и четвертый последний месяц зимы февраль это в идеале но далеко не все и не всегда могут выдерживать такой идеальная идеальный подход потому что как известно условное гладание требует а с немножечко особых условий желательно не работать желательно быть таком особым расположение духа чтобы заботиться больше о себе то есть если вы бабушка увешанная питью внуками у вас совершенно точно вряд ли получится идеально провести условное голодание или там мама которая работает по сменам и плюс там у нее еще двое маленьких детей семья готовка это тоже будет трудновато поэтому если будет получаться четыре курса в год при том что не будет страдать ваша семья и вы сами не будет перегрузки туда если получится три раза в год тоже хорошо два раза в год тоже неплохо один раз в год может ничего не дать просто такое ну как бы ознакомительный курс но уж лучше один раз чем вообще никак вот так это первый год а если вы уже отработали первый год ну с тем количеством курсов которые вам которые вы смогли сделать то уже в последующие годы вы можете делать если вы добились хорошего хороших подвижек до хороших результатов если вы добились нормализации своего питания в сторону более естественно то в дальнейшем можете делать один-два курса в год для того чтобы просто поддерживать себя хорошей форме ну вот тут вот про заброс эндометрия да ну может быть и есть такой риск но насколько я знаю из практики у меня просто было много таких случаев когда мои клиентки делали очищение во время условного голодания во время месячных и у них ничего не случалось поэтому может быть этот случай он как единичный может существовать я не исключаю вот все может быть в конце концов это дело самого человека до решить если у него начались месячные он при этом на условном голодании никто не может изобретить это все прекратить и также как я и сказала что если начинать то начинать лучше но не совмещая эти два процесса так следующий вопрос от чего зависит сколько дней подряд надо пить магнезию это зависит от величины лишней массы тела если у человека очень большая лишняя масса тела там порядка 30 40 50 и больше килограмм то тогда желательно делать три дня подряд магнезию тюбаж это по рекомендации марвы огонян если же лишнего веса немного то вполне достаточно одного дня но это опять же все очень индивидуально если магнезия сработала очень четко да все сработало все классно тюбаж великолепный выход это отличное самочувствие нормальное вес ушел все заход хороший то достаточно ограничиться одним днем если же магнезия не сработала была маленькая доза или там затошнило вырвало то есть тюбажа не получилось выхода не получилось кишечник не очистился можно повторить второй день можно сделать попробовать и третий день здесь все индивидуально зависит от того как сработало следующий вопрос меня 10 день очищения и вес уже стоит неделю не меняется я в панике вот паника это точно совершенно не то состояние которое нужно на условном голодании оно во первых мешает во вторых оно совершенно не уместно потому что паниковать надо по другим вопросам паниковать нужно тогда когда у вас резко ухудшается самочувствие и обостряется какое-то хроническое заболевание но если у вас стоит вес на месте это вообще никак не должно отражаться на вашем настроении нужно просто продолжать дело в том что если вы входите в условное голодание ради снижения веса это неправильно это не совсем правильно мы делаем этот курс очищения организма ради очищения организма ради избавления его от накопившихся токсинов и шлаков которые являются как первопричинами заболеваний хронические так и пер и причинами лишнего веса поэтому и когда мы начинаем очищаться мы здесь должны все время держать мысль о том что мы очищаем себя от шлаков и токсинов то есть мы оздоравливаемся а уход веса это второстепенно но при том что он стоит нет ничего удивительного он может стоять сколько угодно есть случай когда он даже поднимался это повсеместная практика это очень часто случается и здесь нужно просто понимать то что уход веса это следствие очищения организма а очищается организм всегда волнообразно то есть вот таким образом да если график выставить это будет волна сначала идет пик потом спад пик спад это просто физиологически очень типичная картина для курса для прохождения очищения организма поэтому состояние веса на месте это нормально он далеко не у всех уходит линейно то есть время с горки далеко не у всех такое редко бывает так следующий вопрос как входить в однодневное голодание однодневное голодание она не представляет из себя чего-то такого супер-пупер героического необыкновенного и сложного поэтому принципе можно в него особо не готовится но конечно в идеале в идеале лучше сделать хотя бы клизму потому что когда мы входим в день разгрузки до в день в день жидкого питания нужно чтобы кишечник был максимально чистый то есть либо выпить слабительное либо не выпить слабительное но сделать клизму то есть опять же смотреть по тому как сработал кишечник если опорожнение было очень хорошим с утра очень хорошим да прям аж до горла вот как говорят то нет необходимости принимать меры какие-то дополнительно ну можно сделать маленькую клизмочку но даже и ее не обязательно и входить в жидкий день если же кишечник забит запор либо опорожнение не полное вы чувствуете что там все это лучше принять солевое ослабительное сделать тюбаж либо без тюбажа просто сделать слабительное и очистить кишечник перед входом в однодневное голодание но если вы делаете однодневное владание один день в неделю то есть стабильно то точно совершенно точно не нужно каждый раз пользоваться слабительным по симптоматике ну и такой вопрос очень прям девяносто девять процентов всех случаев да ну не 99 на 90 90 точно когда крики сос об интоксикации и вот вчера буквально получил вечером опять очередной сос подписчицы третий день на угле дикие жуткие головные боли что делать помогите спасите я и написала что нужно делать но о чем это говорит о том что человек входит в условное голодание совершенно неподготовленным но я не обвиняю потому что я например тоже входил первый раз я не была готова к тому что бывает интоксикация я не знала об этом поэтому стала жертвой интоксикации в свой второй курс условного голодания но вот сейчас я всех очень устоятельно прошу у меня очень много информации как бесплатный так и платный по по всем подробностям входа и протекание самого курса поэтому знать о том что интоксикация это одной одна из самых распространенных проблем на угле нужно обязательно что такое интоксикация это мощный выход токсинов из всех тканей до клеток органов ваше тело и сведение их кишечник поэтому из кишечника их нужно срочно выводить но если они не выведены своевременно эти токсины начинают снова через стенки кишечника впитываться в кровяное русло а кровь разносит это по вашему организму то есть получается вы отравляетесь токсинами в сильной концентрации они лавиной сначала хлынули вниз до кишечник но из кишечника не выведены и вот эта самая сильная концентрация вошла в вас снова и вы получили в таком в кубе да квадрате в кубе что вы отравились и у вас первый признак это нарастающая головная боль причем она очень быстро нарастает как только вы заметили малейшие малейшие намек на головную боль тут же сразу пьем адсорбенты поэтому я всегда говорю что перед тем как ходить в условное поводание запаситесь запасите свою аптечку адсорбентами любыми смекта энтеразгель полисорг уголь что есть любые вещества которые как губка впитывают на себя токсины и нужно будет перевозмогая себя делать клизмы клизмироваться 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 либо подключить лактулозу чтобы она помогала выводить из кишечника все то что на себя адсорбировала вот это вот сухая глина ли там гель то что вы приняли вот это самая первая мера конечно если тошнит нужно вызвать рвоту промыться водой с содой чайная ложка на литр воды если ну тошнит да сделать все чтобы вырвало вот ну и конечно пить адсорбенты столько дней сколько был признак интоксикации может быть там день 23 сколько потребуется ну подробно я об этом тоже видео рассказывал своих и моих курсах и книгах это все есть так после 21 дня очищения вышла 21 день но язык белый и на сегодняшний день и не очищается что мне делать и что я делаю не так все вы делаете так язык белый говорит о том что у вас продолжается очищение то есть вы очищались 21 день с помощью жидкого питания а потом вы еще 21 день очищались с помощью сырой растительной пищи если там были сырые овощи в достаточном количестве то у вас очищение проходило очень качественно я на сыроедном периоде потеряла килограмм больше чем на условном голодании вот насколько сильно влияет сыроедение на очищение организма поэтому белый язык на выходе это совершенно нормальное явление ваш очищается ваш желудочно-пищечный тракт просто соскаливать этот налет ложкой или специальным скрепком полощите рот с содой и все будет хорошо когда вы выйдете на свое питание уже такое там свареной пищи даже может быть животные то есть на обычном питании этот налет как правило исчезает то есть постепенно он в любом случае исчезнет это не причина для вот там страха так можно ли проводить ощущение без клизм так как лизма противопоказаны врачом очищение проводить без клизм можно но это уже будет не условное голодание это будет уже никакое не голодание вообще потому что любое голодание подразумевает ну как правило клизмы то есть если клизма противопоказаны тут ну это нужно проводить мягкое очищение либо просто при коррекции питания давая себе достаточное количество сырой растительной клетчатки либо сухой растительной клетчатки глиной с помощью глины если регулярно проводить курсы очищения с помощью глины тоже можно добиться очень никаких результатов но это нужно делать длительно то есть понятное дело что то если с помощью, допустим, трёхнедельного ОГЭ мы можем достичь таких заметных результатов, то с помощью очищения, при помощи питания, коррекции питания, введения дополнительных источников очищения, мы этого результата будем добиваться гораздо за более длительный срок. Но мы всё равно получим какие-то результаты. Антипаразитарку лучше провести долго или после? И какую посоветуете? Никакую не посоветую, потому что к антипаразитарке я отношусь ровно. Вот мне вообще фиолетово, это антипаразитарка. Я не занимаюсь ею вообще никак. Я никогда не рассматривала, не изучала её. И никому ничего не буду советовать. Потому что я остаюсь при своём глубоком убеждении. Паразиты живут только там, где для них есть благоприятная среда. То есть зашлакованный, затоксиненный, грязный, закисленный организм. Если вы начинаете очищать свой организм от всего этого, от всех этих «прелестей», в кавычках, то вы лишаете паразитов их благоприятной среды обитания. То есть при обычном очищении всего организма через кишечник вы можете также избавиться и от паразитов. Может быть, не за один курс, может быть, за несколько, но вы от них избавитесь. И тому были примеры. То есть люди были свидетелями того, как во время условного голодания и очищения при помощи кризмы у них выходили мёртвые паразиты. И в этом ничего удивительного нет. Об этом пишут, кстати, многие натуропаты, что при общем очищении организма эта проблема решается. Вопрос в другом. А есть ли они у вас именно в том объёме и того вида, которых нужно бояться? То, что мы населены различными простейшими вирусами, микроорганизмами, бактериями и прочее, это однозначно, мы сплошь состоим из них, мы ими киш-мя-кишим. Это 100%. Но вопрос в том, что мы не знаем, кто из них там приносит вред, а кто пользу. Просто есть определённый симбиоз, есть определённая работа внутри нашего организма, которая нам не подвластна, которую производят именно те, кто живут внутри нас. И вмешиваться в эту работу, не зная точно, во что мы вмешиваемся, это, я считаю, недальновидно. Дальновидно, это просто глупо махать кулаками в пустую, как ветряные мельницы, не понимая, с кем мы вообще боремся. Ну вот захотелось побороться с паразитами. А с кем конкретно? А вы делали анализы? А вы сдавали кровь? А вы делали какие-то лабораторные исследования? А знаете ли вы, с кем вы будете бороться? То есть я считаю, что делать антипаразитарку в пустую, не зная, кто у вас там против кого будет бороться, это совершенно бесполезное занятие. Ненужное, абсолютно ненужное. Так. Можно ли пить воду во время очищения по марве аганян? Или только травяную часть с медом и лимоном? Вот этот вопрос у меня все время вызывал удивление, потому что мне казалось всегда и кажется до сих пор, что питьё воды — это есть самое естественное проявление одного из человеческих желаний. То есть питьё воды — это есть самое святое и священное действие, которое только человек может себе позволить. То есть питье воды – это не только можно, это нужно. Вода нужна, и не нужно себя в ней ограничивать. Она промывает наш организм от тех шлаков и токсинов, которые мы пытаемся вымыть. Поэтому пейте. Так, состояние кожи после похудения. Что делали? Лицо, шеи, декольте, руки, живот, ноги. Да, увы и ах, кожа при похудении сильно меняется, не в лучшую сторону. Особенно если потеряно очень много килограмм. В моем случае это было 26. Есть люди, которые теряют и больше. И это все обвисает. Обвисало и у меня. Это, конечно, очень некрасиво. Но это нужно просто пережить. Я не говорю о том, что это нужно просто ждать, пока оно само собой подтянется. В возрасте, допустим, как у меня, после 50, само собой оно не подтянется. Нужно с этим что-то делать. Если это более молодая женщина, скажем там, едва за 30, то, конечно, наверное, может и подтянуться. Но в любом случае надо обязательно делать физическую нагрузку на все тело равномерно. Не только на живот, не только на проблемные части. На все тело равномерно. Потому что все тело – это, в общем-то, единый кожаный мешок и единая мышечная масса. Потому что все мышцы друг с другом взаимосвязаны. Делаю упражнение только на один живот, чтобы потянуть живот. Мы не добьемся ничего. Потому что с животом связаны мышцы спины. Мышцы спины связаны с мышцей шеи и так далее. Руки, ноги. Все взаимосвязано. Поэтому общая физическая нагрузка, аэробная, фитнес, плавание, йога, массажи, все это вкупе, бани, сауны, обертывание, все-все-все работает в комплексе. Но в рамках этого прямого эфира, конечно, мы не сможем это обсудить. Просто работа над собой в течение длительного времени. Это то, что я делала. Я просто делала упор на физическую нагрузку и потихонечку все подтянулось. Я не говорю, что я идеальна. Конечно, где-то что-то подвисает. И в руках подвисает трицепс. И где-то на животе не самый лучший вариант. Но извините, лучше иметь подвисшую местами кожу, но убрать у себя лишний вес и основные проблемы по здоровью, чем быть надутым и гладкую кожу иметь на зашлакованном теле с лишним весом. Я вот так считаю. Ну и вот тут такой вопрос, он не про условное голодание, но я уже его обещала ответить. Ваше отношение к прививкам. Делать к ребенку, как вели государство, или искать пути не делать. Дело в том, что здесь я, наверное, буду плохим советчиком. Я родилась и выросла в СССР, когда мы слушались государства, и когда прививки были таким законом, который даже ни у кого в голову вообще не приходило оспорить нужность и необходимость прививок. Поэтому нам делали все прививки, и мы выросли с прививками. И ничего, слава Богу, выросли. Но нужно сделать оговорку на сегодняшнее время, что, во-первых, прививки стали другими, и, во-вторых, дети стали другими. Изменилось состояние здоровья детей, изменились реакции детей на прививки, изменилась атмосфера в обществе, изменилось и социальное отношение к прививкам, и физиологическое. То есть дети стали по-другому реагировать на прививаемые вещества. Поэтому, наверное, здесь есть о чем думать, и, наверное, есть о чем рассуждать, с более компетентными людьми, чем я. Я здесь некомпетентна, поэтому не могу ничего сказать разумительного. Вот тут был еще вопрос. Очень хочу узнать подробности, как проводить очищение, где и как можно узнать подробности. Ну, самые подробные подробности, это, конечно же, в первоисточнике, это книга Марвы Аганян «Экологическая медицина», или же ее другая книга «Золотый рецепт натурополь». Обе книги можно найти как для скачивания в интернете, так и в книжном варианте через книжные интернет-магазины. Можно найти, можно купить, читать их в первую очередь обязательно. Кроме того, я вывела весь свой опыт тоже теперь в формат, в электронный формат, поэтому можно купить у меня, если хочется, так сказать, сжатой конкретики. Потому что, когда я изучала сама, я целый месяц посвятила изучению лекций Аганян и чтению ее книги. То есть я выписывала все свои пункты, по которым я проходила очищение, через ее лекции и книгу. То есть у меня это было чисто вот мое, моя собранная, так сказать, моя собранная схема. И просто когда я уже начала ее практиковать и видела, как другие люди это делают, вот тогда у меня уже выработалась более подробная схема, которую я обобщила и сформировала в несколько продуктов. Значит, самый первый продукт, такой, я имею в виду, первый недорогой по цене, это книга. Она стоит 600 рублей. Называется она «Трехнедельное условное кладание. Мой опыт по шагу день за днем». Все запросы в директ потом, за ссылками. Значит, там очень можно подробно проанализировать весь, то есть прочитать весь мой путь, узнать, да, получить подробную схему и все-все ответы на вопросы самые типичные там есть в этой книге. Второй по цене, более дорогой, он стоит 1100 рублей, это курс «Убей вирус». В нем кратко изложена методика очищения именно при помощи условного кладания. Третий вариант по цене, более дорогой, 3900, это обучающий курс «Чистый организм. Основы здоровья». Он состоит из 12 видеоуроков, плюс теоретической части, это методические рекомендации и книга в подарок. И самый, наверное, более такой дорогой вариант, это 9900. Моя личная консультация бессрочная, то есть безлимитная. Это подключение ко всем моим курсам, это книги в подарок, это мое личное сопровождение в течение неограниченного периода времени. Это вот все, что касается того, что я лично могу дать, для того, чтобы вы хорошо узнали, изучили этот курс. Вот. Теперь я попробую пролистать чат и посмотреть ваши вопросы. Их там было. Нужно ли растворять мед в чае при очищении, или можно просто мед с чаем? Нет, мед с чаем нельзя. Мы его растворяем. И более того, даже лучше еще и процедить через какое-то мелкое сито или чулок хорошо. Знаете, такой два слоя чулка. Потому что мед тоже имеет взвесь. Мы должны себя по максимуму от всякой взвеси освобождать, от травинок, от песчинок, пылинок, мякоти, чтобы не было пищеварения. Потому что любой намек на пищеварение вызывает чувство голода. Это просто самому неприятно, когда начинается там желудочный сок, хочу есть. Поэтому лучше растворять. Так. О геморрое после клизм мне часто говорят. Да, к сожалению, клизмы на условном голодании, когда они ежедневные, да еще троекратные, почти всегда обостряют геморрой, если он есть в анамнезе. То есть если он у вас был, проявлялся уже, уже даже не говорю об острой фазе. В острой фазе вообще лучше не входить с геморроем. Если он, если это проблемная зона, он, как правило, обостряется. Ну, из таких самых народных эффективных средств это подмывание холодной водой с хозяйственным умом. Либо кто-то использует свечи против геморроя. Это все, что можно посоветовать. Так, если 3-4 раза в год заниматься ОГЭ, про клизмы не вызовут ли они в будущем геморроя? Здесь, опять же, наверное, вопрос не к клизмам, а к состоянию сосудов и к состоянию вообще сердечно-сосудистой системы и состояния крови. Вот потому что, например, я, даже при том, что у меня раньше имелась проблема варикоза, то есть явно не все в порядке, да, я занималась уже 6 раз очищением организма с клизмами и геморроя не было, и никакого намека на геморроя не было. И я не слышала, чтобы у кого-то возник геморрой в первый раз именно вот на ОГЭ. Нет, может быть, и есть, конечно, такие вещи, но, скорее всего, геморрой возникает именно как обострение уже имеющегося где-то там внутри, да, он внутри, он может быть невидим, но он может вылезти, он может обозначиться именно во время условного голодания. Но сами по себе клизмы, они не могут вызвать вот таких проблем. То есть была уже предпосылка. Так, магнезия, конечно, убрала. Вопрос с клизмой на входе или выходе. Я не поняла вопрос. Если можно, повторите более подробно. не поняла. Так, чистки делала, практиковала с магнезией и клизмами. Наступила беременность. А, это продолжение, наверное, да? А, всё, я поняла. Наступила беременность, как продолжать чистки? Не надо делать чистки при беременности, хотя Марва там что-то где-то говорила про чистки для беременных, но я бы не стала так рисковать, потому что вы уже теперь себе не принадлежите, вы уже принадлежите ребёнку. Если у вас начинается движение токсинов, то есть риск попадания их и с кровью, ну, через плаценту ребёнку. Я бы не стала рисковать, я бы просто прекратила на время беременности вот эту процедуру полностью и сконцентрировалась как можно более прям активно на нормальном питании, на хорошем питании с достаточным количеством грубой клетчатки, овощей, фруктов, зелени, зелени, ну, там, орехи, мёд, каши всевозможные, да, там, злаки, может быть, в небольшом количестве животных, белок, жиры обязательно, но вот питание для беременных это в первую очередь и самое главное это профилактика запоров. Ну, это уже отдельная, конечно, тема, но вот при беременности я не советую делать очищение. Сколько раз в год можно проводить чистку? Ну, я уже сказала, что первый год 4, а потом по необходимости. Так, а какое время нужно делать клизмы? С 5 до 7 утра это время активности кишечника, когда он наиболее активен, наиболее хорошо проходит эти процедуры, поэтому желательно с 5 до 7 утра. Желательно. Обязательно ли 3 клизмы? Да, не будем спорить с методикой, будем делать все так, как рекомендует Марва Аганяна, она на этом собаку съела, поэтому не будем ее оспаривать, будем делать 3 клизмы. Просто знаю случаи, когда не успевала женщина, допустим, сделать 3 клизмы, сделала одну или две, а может быть, даже и не одной, уходила на работу и с работы еле возвращалась домой, потому что ее накрывала интоксикация. Чем активнее вы промываете кишечник, тем меньше риск развития интоксикации. Более того, делать клизмы можно даже дополнительно еще в течение дня или вечера, если у вас есть какое-то недомогание. Если обострились, ну, если вдруг возникли симптомы ОРВИ, если заболела голова, если какое-то там недомогание, что-то как-то вроде, да, что-то это тянет, слабость, живот заболел, сделайте клизму и станет легче. Поэтому 3 обязательно. Если пить отвар с медом не запускает ли этот процесс пищеварения или ОГЭ не предусматривает отсутствие процесса пищеварения, процесс пищеварения запускает твердая пища, твердая, а отвар с медом в растворенном виде это не твердая пища, это жидкая, поэтому пищеварение не запускается. Если не нужно убирать вес, но хочу почиститься, как поступать? делать короткие курсы, не длительные, и тогда их можно делать почаще. Что делать, если после отвара сильно начинает болеть голова, сразу после того, как выпью и тошнит? Значит, точно какая-то трава или травы вам не подходит. Надо выяснить, что это за трава. Нужно убрать тогда отвар и попробовать сделать просто мятный чай или чай из липы, чай из душицы, чай из мелиссы или какой-нибудь сбор, который вы точно раньше пили и знаете, что у вас на него нет отторжения. Возможно, вы пили раньше какой-то травяной чай, может, вы пили там зеленый чай с мятой или вы пили зверобой с липой, что-то в этом роде. То есть какой-то нейтральный чай, который вам знаком, потому что вызывает у себя тошноту, но это нехорошо. Что-то какая-то трава не подходит точно. Так. Так, так, так. Можно ли очищение при гематурии? Я не знаю, что такое гематурия, я пока еще до этого не дошла. Еще не все медицинские термины и диагнозы изучила. Думаю, что изучу, потому что пока учусь в институте и в настоящий момент как раз собираюсь приступать к изучению учебника патонатомии, патофизиологии. Возможно, там я узнаю про множество медицинских терминов. Уж извините, я вообще-то пока еще не такой крутой специалист. В медицине имею весьма посредственное отношение. Планируете ли голодать на сухую? Нет. Что скажете про сухое голодание? Для меня это страшно, я не планирую и не хочу даже об этом думать. Ребята, по-моему, я ответила на все вопросы. Сейчас пролистаю до конца. Так. Можно ли пить отвар 65 градусов? Хочется погорячее. Да, считается, что мед имеет свои полезные свойства именно по температуре 40-45 градусов. Поэтому, когда я хотела пить горячее, я просто пила отдельно горячее. Просто делала либо горячий любой какой-то чай, ну там травяной, мятный может быть или липа, либо просто горячий отвар с соком лимона либо без сока лимона. Но просто если хочется пить горячее, то лучше выпить что-то горячее без меда. Даже просто воду. Взять попить воду прям настолько горячую, насколько хочется. Потому что я знаю, да, хочется горячего точно хочется, особенно зимой. Можно провести ОГЭ через месяц после последнего? Нежелательно. Понимаете, организму нужно восстановиться. ОГЭ это, как ни крути, это такое немножко стрессовое состояние, когда вы искусственно вводите свое тело, принудительно заставляете его очищаться, то есть вводите его в очищение. Поэтому ему нужно восстановиться, чтобы восстановить пищеварительную систему. то есть за месяц вы только восстанавливаете свою пищеварительную систему, по идее у вас только месяц один должно сыроеденнее длиться, то есть выход, потом восстановление питания такого обычного, а вы уже снова хотите бросаться из огня до вполыми, я считаю, что это некорректно по отношению к своему телу. Так, а если у меня не все травы из списка марвы, можно начать чистку с меньшим количеством трав? Да, конечно, можно. Надо ли проводить ОГЭ при хронических болезнях, диабет и гипертония? Надо, конечно, надо. Так, я больше вопросов не вижу, вроде бы. А, вот вижу. Можно ли заменить сульфат магний каким-нибудь слабительным препаратом? Можно, можно касторкой, можно синаде. Если, допустим, камни в желчном, да, мы не делаем тюбаж с сульфатом магния, мы делаем, можем быть, любое слабительное, которое хорошо так прочистит кишечник, и обойтись без сульфата магния. Но, правда, сульфат магний, чем он хорош, он освобождает печень и желчный от большого количества желчи, потому что входить в очищение с переполненным желчным – это не комильфо, то есть это нехорошо. Поэтому лучше, конечно, если можно сделать тюбаж и магнезию, лучше сделать. Если нельзя, ну, значит, тогда будет как-то без них. При недельном голодании не принимала гормон щитовидной железы, альтероксин. После голодания сделала анализ гормонов, было завышение десятки раз. Что я сделала неправильно? Наверное, вы сделали неправильно то, что вы отказались от гормона, потому что не обязательно было от него отказываться, его можно было по-прежнему принимать. Я просто знаю примеры, когда женщины входили в УГЭ, принимали свой альтероксин, и потом либо они уменьшали его дозу постепенно под руководством врача, если анализы улучшались, либо даже вовсе от него отказывались, но делали это постепенно, не резко, то есть с постепенным уменьшением дозы. Как разводить магнезию, чтобы она не вызывала рвоту? Вот такой классный способ добавить туда лимонный сок. То есть делать примерно 3 четверти стакана воды, такой чуть-чуть тепленькой, туда магнезию, все размешиваем, добавляем лимонный сок. Чем крепче, тем ядренее, тем легче пить. Вот просто на ура, знаю по себе, потому что меня тоже выворачивают от магнезии, но когда с лимонным соком, вот супер, все проходит. Появилась кровь в моче, идите к доктору, узнавайте, что там. А меня тошнило от отвара и от воды, то есть видела жидкостерводный реплекс, не могла пить совсем на третий день, потом началась работа с желчью, и было жутко плохо. Почему так происходило? Потому что у вас была интоксикация, и, скорее всего, магнезия вызвала, заставила печень очень мощно среагировать на прием сульфата магния и начать очищаться. То есть печень дала жуткий выброс желчи, вот, и она пошла, да, то есть переполнилась, все переполнилось желчью, и от этого был рвотный рефлекс. И когда это все переполнено, то, конечно, воды уже трудно в себя принимать, потому что надо было сразу просто вызывать рвоту. Когда вы чувствовали, что есть рвотный рефлекс, нужно было просто попить воды, заставить себя с содой и два пальца в рот проблеваться, и сделать это несколько раз. То есть когда вы проблевались бы, извините, да, за грубое, у вас бы это все вышло, вся эта желчь полностью освободился бы желудок, да, все, вы уже опустили бы, и тогда совершенно спокойно начали бы уже пить воду и отвар. Вот просто нужно было себя как следует прочистить с помощью рвоты. Как чиститься на инсулине? Можно ли вообще голодать инсулинозависимым людям? У меня не было людей на инсулинозависимых, поэтому не готова сейчас ответить на этот вопрос. Не готова. Наверное, эту тему нужно мне изучить. Лена Новгородова, привет. Так, да, резко нельзя, да. Так, по-моему, все, да, ребят? Да, паразиты могут давать мощную интоксикацию, но лучше все-таки, если мы подозреваем, что есть паразиты, то лучше все-таки сделать такую мощную проверку. Сейчас же у нас есть всякие способы проверки на паразитов, поэтому лучше пройти полное обследование и понять, действительно, есть опасность, да, есть серьезность. Так, я промывала содой, на следующий день было хорошо. Все правильно. Вот, ну, все правильно. То есть вы промылись, да, и вам потом стало нормально. Ну, это вот на будущее просто такой опыт. Так, спасибо вам за внимание. Так, ребят, ну, если все, я тогда закончу, завершаю эфир. И если у вас какие-то будут вопросы по покупке там моих каких-то продуктов, вы мне в личку присылайте ваши запросы, и я вам буду давать все ссылки. А вообще можно поступить даже еще проще. Вот у меня в шапке стоит ссылка. Называется она «Каталог здоровья». И внизу ссылочка «Продукты». Заходите в этот каталог по ссылочке, и там стоит перечень всех моих курсов, всех моих книг и все-все-все, что я могу вам предложить на сегодняшний день. Находите то, что вам нужно, нажимаете на ссылочку, покупаете. Либо, если не получается, пишите мне. Я помогу, как сделать там альтернативный платеж, если не получается, стандартным способом. В общем, все решаемо. Все, спасибо всем, кто был. Запись, да, запись, я надеюсь, будет. И я в YouTube еще делаю запись. Вот параллельно у меня работает камера. Так что до скорых встреч. Надолго не прощаюсь. Ваши байчи. Все, пока. Всего хорошего.